Из Сирии сегодня пришли сообщения об уничтожении главаря, как там утверждают, одной из самых опасных группировок, действовавших в районе Дамаска. Лидера Джейш Аль-Ислам, захрана Алюша, правительственные войска ликвидировали ударом с воздуха. Согласно разведданным, его боевики, выдававшие себя за силы оппозиции, готовились примкнуть к крупной террористической группировке. Григорий Емельянов с подробностями. Это кадры сирийского информагентства САНА. Невзрачные постройки восточных пригородов Дамаска. У домов паркуются автомобили. Затем в считанные секунды все взлетает на воздух. Сирийские самолеты разносят в клочья штаб-квартиру террористов Джейш Аль-Ислам. Лидеры этой группировки, захрана Алюша, вели ни день и ни два. Удар наносили так, чтобы наверняка. Основываясь на данных нескольких разведывательных операций, а также на подробной информации, предоставленной нам гражданскими лицами, сирийская армия нанесла авиаудары по штаб-квартире террористической группировки Джейш Аль-Ислам в пригороде Дамаска. В результате ударов был ликвидирован глава этой группировки, захрана Алюш. Этот человек попал в поле зрения сирийских спецслужб еще в 80-е. Его не раз обвиняли в экстремизме. В 2009-м посадили в тюрьму, но уже через два года выпустили по всеобщей амнистии, которой тогда добилась от Асада оппозиция. Выйдя на свободу, он немедленно начал сколачивать вооруженную антиправительственную группировку. В итоге возникла Джейш Аль-Ислам, одна из самых грозных сил, противостоящих войскам Асада в районе Дамаска. Именно Джейш Аль-Ислам регулярно обстреливает сирийскую столицу из минометов. Группировка насчитывает по самым скромным подсчетам не менее 25 тысяч человек, по некоторым данным даже более 40 тысяч человек. То есть она входит в тройку самых крупных террористических группировок. На первом месте почистить ислам государства, на втором Джейш Аль-Ислам в Сирии, а потом идет Джейш Аль-Ислам. Она пользуется поддержкой США, Турции и Саудовской Аравии. В момент авиаудара Алюш как раз обсуждал с руководителями других группировок объединение под эгидой той самой Джейш Аль-Ислам, которая, как известно, враждует не только с правительственными войсками Сирии, но и с ИГИЛ. Обе террористические группировки запрещены в нашей стране. Хотя экстремисты уже объявили, что нашли Алюшу замену, ясно, что потерю они понесли чувствительную. И вот из пригородов Дамаска приходят сообщения о том, что боевики сдают оружие. И то ли 4, то ли 5 тысяч из них уже готовятся к эвакуации из зоны боев. Правда, отступая, террористы огрызаются. Так, в одном из оставленных ими госпиталей в Латакии нашли компоненты химоружия. По данным агентства САНа, в его использовании собирались обвинить армию, но та перехватила опасный груз быстрее, чем террористы смогли организовать провокацию. На фоне успехов в войск Асада по каналам ООН пришла информация, что межсирийские переговоры с участием представителей официального Дамаска и оппозиции начнутся в Женеве 25 января.